Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Ака Марач, я всех рад приветствовать в очередном видео. И сегодня я бы хотел раскрыть такую тему, как тему навыков на вашем персонаже. Это очень такая интересная тема, если вы куда-то не туда вкладываете свои очки навыка, естественно ваш персонаж уже будет не настолько профитным, он уже будет плохо прокачан и естественно будет влиять на дальнейшее ваше развитие. Я специально выделил, скажу так, 6 основных навыков, которые нужно качать в первую очередную очередь и грубо говоря только в этой строгой последовательности. Что же это за навыки? Итак, первый это навык бонус, который при повышении уровня игроком добавляет очки перка равных уровню перка бонус. Что это такое? Я думаю всем понятно, если у нас за уровень, к примеру, дается 5 очков за 1 левел, бонус дает еще 2 очка, у нас уже будет 7 очков. Смекаете? Очень крутой навык, его прокачивать в приоритете в первую очередь. Дальше у нас идет рыбак. Вот это я переставил на второе место. Каждый уровень перка увеличит продажу рыбы на 2 серебра. 25 уровень навыка рыбак, умножаете на 2, представьте, 40, 50 серебра будете получать сверху за каждую рыбку. Это очень круто. 1000 рыбы, 5000 серебра. Смыкнули. Крутой навык. Навык опытный. Опытный навык вот здесь. Естественно, нужно сначала прокачать будет спортсмен на 1 единицу, чтобы открылся опытный. Каждый уровень перка увеличит опыт как за вылов, так и за отпуск рыбы на 2 единицы. Это тоже очень крутой навык. Я его советую тоже прокачивать. Вот до максималки. Дальше здесь очень интересный момент. Мы заходим в разное с вами и смотрим такой навык, как энтомолог. Здесь отдает 100% шанс получить наживку за летающего насекомого, а за золотого жука плюс 1 золото. Это крутой навык, но требует 200 очков. Да, очень много требует для прокачки, но я думаю, что он очень нужен. Тем более, очень много насекомых. Каждый раз клацать. На них, я думаю, все клацают, когда они вылетают. Это будет плюс к наживке, плюс золотой жук. Это одно золото. Это вообще халява. Я считаю, его прокачивать нужно четвертым по счету. И все, за него забыть. В рыбе ничего советовать не буду. Тут просто каждый вид рыбы дает 15% опыта за окуня речной. И также по любой рыбе, вот тут вот, ну как по любой, которая есть в навыках. Посмотрите, почитайте. Если вы засядете на какой-то определенный вид рыбы, будете его дергать, то вы в принципе можете вложиться в этот навык и спокойненько получать огромное количество опыта. Я пока что эту тему трогать не буду. Это уже дальше на большой такой перспективе. Сейчас нет. Сейчас нас больше интересует рыбак. Дальше идет навык торговец и профессионал. Это аж вот здесь вот эти навыки. Торговец и профессионал. Торговец что нам делает? Каждый уровень увеличивает на 5% цену рыбы, а здесь на 5% опыта. 5% это очень-очень крутая штука. Тем более каждый уровень на 5%. Короче, тут я не буду ничего говорить много. Вы, думаю, сами можете посчитать. 5%, 20 уровней. То есть на 100% будет повышение и здесь. То есть вдвойне. Много навыков надо, но эти два перка стоят того. Дальше давайте смотрим. Смотрим-смотрим, что у нас есть. У нас есть вот такой вот интересный навык чемпион. Я думаю, его вы сами определите, в какой очередности качать. Количество золота тут он дает. Это тоже очень крутая штука. Если вы вылавливаете трофея, вам будет 10 золота сыпать, если вы полностью чемпиона прокачаете. Но его еще нужно поймать. Еще есть интересный вот такой вот навык. То есть харизма. Каждый уровень 10% серебра и опыта. Задание. Интересная штука. Ожидание клев рыбы мне вообще не интересует. Каждый уровень стоимость покупки квестов тоже не интересует. Я вот выделил вот эти для новичков и для себя в приоритете. Я все внимательно прочитал. И пока что вот это будет самый основный приоритет. Когда я их прокачаю, потом я уже буду что-то думать. У меня получилось вот так. Смотрите, друзья. Первое мы качаем бонус. Потом второе мы качаем рыбак. Потом мы качаем с вами опытного. Обязательно опытного качаем. Хотя мы можем даже его, знаете как, немножечко прокачать. Там 50, когда дойдет до 200 навыков, когда будет опытный стоит 200 навыков. Мы можем качать, качнуть вот этот. Квест. А потом уже продолжать качать опытного. Не квест, а прошу прощения, перк. После опытного мы с вами переходим на торговца и на профессионала. Естественно по одному уровню вкинув вот в эти навыки. Потом закрываем вот эти навыки. И дальше уже смотрим, что вам важнее. Либо трофей вы будете гоняться за трофеями. Либо уже вкачать харизму, потому что квесты это тоже полезная штука. Здесь уже смотрите сами. Я примерно для себя вот так вот это определил. Вы можете сделать что-то другое. У вас может это совершенно отличаться. Вдруг вы захотите, я не знаю, ловить какую-то определенную виду рыбы. Красноперку вот вам захочется ловить. Вы вкинетесь в красноперку. Но понимаете, что бонус это основной навык, который нужно качать в первую очередную очередь. Потому что за левелы вам насыпят очень много навыков. И еще вот когда вы допустим прокачались уже наверное разряда до сотого. А разряды будут идти очень медленно. Но уровни, разряды. И вам нужны будут очки навыков. Что вы делаете? Вы просто вкачаете в спортсмена, чтобы уменьшить стоимость сброса. И потом обнуляете навыки. У меня видите, обнулить сейчас ноль стоит. Я естественно обнулять пока что ничего не буду. У меня прокачано все грамотно. Все как нужно. Я никуда не вкинул лишнего. У меня все пока что чики-пуки. Как говорится. И я дальше буду идти по этой ветке. Мой совет точно такой же и вам всем. Вы можете качать точно такую же ветку, как и у меня. Ничего плохого в этом нет. Здесь только одни плюсы. Единственное, что вы можете какие-то небольшие корректировки в это внести. Ветка эта очень полезная. Как и для новичков, так и уже и для рыбаков 50-го разряда. Средненьких таких и 80-х разрядов. Но я думаю, это люди, которые уже по-любому прочитали все перки, навыки от и до. И уже понимают свою стратегию развития персонажей. Как они собираются двигаться в дальнейшем. Я не говорю, что рыбы, которые перки с рыбами связаны, это плохие перки. Ни в коем случае нет. Вы все равно засядете на определенном виде рыбы. Будете ее ловить для души. Вот вам понравится сом, вы будете копить деньги, вы будете ловить для души этого сома. Потому что вам он нравится, к примеру. Кому-то лещ будет нравиться, кому-то белый амур, кому-то там шип или еще что-то, акула. И он будет сидеть ловить этот вид рыбы. Вот ему я советую, что в перк можно вложиться, если такая рыба там есть в этом перке. И вы будете получать огромное количество опыта, денег, плюс если еще вы купите лицензию на этот вид рыбы, вообще будет для вас просто бомба все это. И вы будете спокойно ловить свою любимую рыбу. Это да, поэтому тут исключать ничего нельзя. Ну, также и много очень бесполезных там различных перков, которые вам совершенно будут не нужны. На этом у меня все. Всем спасибо, кто посмотрел. Вы можете все дополнить в комментариях. Может быть вы считаете какую-то лучшую ветку прокачки или альтернативный вариант есть, более какой-то разумный. Я вот подобрал такое. Я считаю, что на данный момент это, наверное, одна из самых лучших веток развития. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока.